Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Федорищев сделал ряд поручений после осмотра социальных объектов и общения с жителями советского района Самары. В частности, составить проект по ремонту проблемных корпусов в городской больнице номер 6 и разработать программу по привлечению специалистов в поликлинические отделения из других регионов страны. Восстановить стадион Заря, подготовить проект развития парков Самары. За каждым из них закрепить заместителей мэра Самары. Особое внимание глава региона уделил парку Победы. Вячеслав Федорищев дал поручение советнику по урбанистике Анастасии Сорокиной и главе города Елене Лапушкиной разработать концепцию развития парка, основанную на современных актуальных тенденциях создания общественных пространств. Наша съемочная группа спросила у местных жителей, каких изменений они ждут в Парке Победы. Хотелось бы, да, чтобы побольше было зелени, побольше было аттракционов детских, опять же, потому что что-то маловато здесь. Детская площадка, все-таки даже, вот посмотрите сами, она уже самопокрытие и, ну, уже такое. Все-таки дети бегают, могут там и травмироваться и все прочее. Я хочу, чтобы вернулась до начала тот парк, который был. В парке было сделано по улучшению парка, был постелен газон лет пять назад по всему парку. И здесь есть орошение всего парка. Это орошение не работает уже несколько лет. Парк не стрижется. Раньше были газоны, мы могли с детьми все здесь гулять. Сейчас мы здесь не можем гулять. Я жду улучшения. Конечно, я жду. Это парк один. Озеро у нас самое беспокоит. Но он и загрязненный, постоянно и собаки купаются, и все-таки хочется, чтобы за ним ухаживали лучше. Чтобы скамеечек было побольше. Потом, чтобы, как сказать, нам вот это вот озеро, чтобы там птички у нас плавали, уточки. Ну и еще, ну так-то вроде бы ухаживают за ним, все убирают, все. Ну, конечно, побольше бы зелени нам надо, цветов. А то цветочки какие-то у нас все такие, вяленькие. Побольше цветочков, побольше такой зоны, чтобы было, как говорится, дети могли побегать, поиграть где-то. Нам вернули озеро, там и дети купались. Вот, и чтобы его почистили, а то постоянно воду заливает, все превращается в болото. И потом закрывают, воду сливают. Пускай почистят и вернут. Достойный вид. Парк, как-никак, это тоже лицо парка озера. С озером, да, вот здесь вот проблемы такие. Мы как-то весной пришли сюда, здесь были уточки с утятками. Все спустили эту воду. Ну, надо бы, конечно, хотя бы наполнить это водой, вот очистить. Там такое сейчас безобразие. Все нужно как бы обновлять. Все вот эта вот площадка, она уже вся такая разбитая. Вот это вот нужно было для детей, чтобы больше каких-то аттракционов было. Рост и развитие. Глава региона Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете Российской Федерации комиссию по промышленности. Каких изменений в связи с этим стоит ждать? Своим мнением поделился генеральный директор АО «Волга Бурмаш» Сергей Драгомир. Назначение нового губернатора, который будет отвечать за промышленность и заниматься развитием этой промышленности, рассматриваю как положительный фактор. Все-таки хочется, чтобы в России промышленность росла и развивалась. На сегодняшний день в России природно-разрушающего инструмента преобладает, скажем так, большую часть внутреннего рынка. Это занимает китайский производитель, что должно наоборот стимулировать российского производителя, охватывать внутренний рынок. Хочется, чтобы способствовали развитию, занятию этого рынка, чтобы мы могли расти и развиваться. Вопросы, которые не остались без ответа. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась в администрации железнодорожного района с местными жителями, чтобы обсудить актуальные проблемы. Такие приемы, по поручению руководителя региона Вячеслава Федорищева, пройдут во всех внутригородских районах. Спектр тем разнообразный. Благоустройство дворов, ремонт дорог и тротуаров, работа общественного транспорта. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями железнодорожного района, чтобы обсудить проблемы, которые больше всего волнуют людей. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Вопрос 13 поликлиники поднимается уже не первый год. Врачей не хватает. Вот вчера у меня соседка ходила в 13 поликлинику, одна медсестра на всю поликлинику. У нас есть национальный проект, который называется здравоохранение. И в рамках этого национального проекта поставлены задачи, в том числе и насыщение наших больниц врачами, узкими специалистами, медсестрами, амбулаторными врачами. Могу сказать, что со своей стороны муниципалитет принял целую программу. И в рамках этой программы мы доплачиваем врачам, если они у нас работают, мы оплачиваем съем жилья, мы доплачиваем студентам, целевикам, которые потом идут у нас, трудоустраиваются в поликлинике. И многое-многое такое. Очень надеюсь, что специалисты все-таки будут задерживаться. Местные жители попросили разместить поликлиническое отделение в здании Красного Креста. Однако глава города напомнила, что это объект культурного наследия. И к огромному сожалению, по тем нормам и требованиям, которые сейчас предъявляются к объектам здравоохранения, это здание не может быть использовано. Однако сейчас разрабатывается проект по строительству новой поликлиники. Город уже определил земельный участок, на котором в случае положительного заключения возможно возведение нового объекта здравоохранения. Интерес жителей вызвали программа, по которой проводят благоустройство дворов в Самаре и очередность выполнения работ. Напомним, сейчас в городе действуют три программы формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», областная программа содействия с участием средств жителей или бизнеса и городская программа общественных инициатив «Твой конструктор двора». Программа содействия, она конкурсная, если вы сдавали документы, соответственно, должен был пройти конкурс. Программа формирования комфортной городской среды, там очередность четко выстроена, и, соответственно, по этой очередности мы двигаемся. Актуальная тема – ремонт дорог и тротуаров. Благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева в этом году выделены дополнительные средства на обновление дорожной инфраструктуры. Это позволит увеличить протяженность отремонтированных дорог с 45 до 70 километров, не включая дворовые проезды и тротуары. Кроме того, городу добавили отдельно 350 миллионов рублей на ремонт тротуаров. Готов список участков, где будут идти работы. В этом году мы делаем тротуар Волгин от улицы Партизанской до улицы Аэродромной в нечетную сторону. Жителей железнодорожного района, в частности, интересует ремонт улицы Дачной. Полностью реконструировать и расширить улицу невозможно из-за большого объема коммуникаций, которые проложены под дорогой и которые невозможно перенести. Принято решение отремонтировать двухполосную дорогу, сделать тротуары освещения. И этот проект должен будет пройти государственную экспертизу. Как только у нас на руках будет проект, мы заходим за финансированием. Если с проектом будет все нормально, то в 2025 году мы приступим к ремонту улицы Дачной. Глава города Елена Лапушкина отметила, что каждый житель Самары может поучаствовать в развитии региона, поскольку сейчас ведется активная работа над программой социально-экономического развития области. Это документ, который определяет будущее Самарской губернии. Оставить свои предложения можно на платформе программ.самрегион.ру. Обращаюсь к вам, пожалуйста, если есть такое желание, если есть какие-то хорошие, грамотные предложения, мы будем только этому рады. Подобные встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями пройдут во всех внутриградских районах Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Подвели промежуточные итоги работы районных административных комиссий и работы по вывозу нелегальных торговых объектов. В Самаре прошло еженедельное рабочее совещание в администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Обсудили также и вопросы, связанные с отключением воды в жилых домах из-за порыва в районе улицы Владимирской. Подробности в нашем сюжете. А сейчас почти в шесть раз меньше. Но список может и пополняться, поскольку недобросовестные предприниматели продолжают установку нелегальных объектов. Районами на постоянной основе проводится работа по явлению новых самовольно установленных НТО и внесения их в реестры. Так, в текущем году появилось новых 46 объектов. Кроме того, на совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили и работу районных административных комиссий. Они занимаются в том числе выявлением правонарушений. Среди них незаконные граффити, парковка транспорта на газонах, нарушения правил благоустройства и другие. Штрафы за эти правонарушения поступают в бюджет городских районов. Поэтому активная работа в этом направлении – это отличная возможность увеличить количество реализуемых проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан. Важная работа, которая дисциплинирует нас сами, по наших жителей. Поэтому, конечно, работу надо продолжать. Важно, чтобы вы наполняли бюджет за счет этих штрафов. На встрече обсудили порыв на водоводе в районе улицы Владимирской, из-за которого часть многоквартирных домов Ленинского и Железнодорожного районов остались без воды. Специалисты обследовали участок. К наступлению ночи 11 августа они добрались до места повреждения водовода и подготовили его для восстановительных работ. К утру 12 августа утечку полностью устранили и запустили процесс подключения воды в дома. Но при этом не было своевременного оповещения людей об отключениях, а также достаточного снабжения жителей питьевой водой с помощью бойлеров. Если бы было вовремя оповещение, люди бы хотя бы водой запаслись и не было бы так болезненно в выходные дни оставаться. Из-за чего произошла несогласованность действий, обсудят на дополнительной встрече с представителями ресурсоснабжающих компаний, где будут детально разбираться в произошедшем и продумывать шаги, которые помогут разрешить подобные ситуации в будущем. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов. События. В Волгаре на маршруте 5D запустили 15 новых «Газели» и 10 автобусов. Это первый маршрут в микрорайоне Самары, где действуют льготные проезды. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. В микрорайоне Волгарь и в поселке Сухая Самарка улучшили транспортное обслуживание. Раньше по маршруту номер 5D – губернский рынок. Сухая Самарка ходила 10 автобусов. Сейчас к ним добавилось еще 15 «Газелей». Это современные, купленные в конце прошлого года «Газели». Они имеют систему кондиционирования и ремни безопасности. Они более динамичные, что позволяет пассажирам быстрее доезжать до места назначения. Мы мониторим ситуацию. Работает телефон горячей линии. Ваши сообщения принимаются в чат-бот. Все замечания, предложения мы учитываем. Часть рейсов проходит с заездом в микрорайон Волгарь. Другая – прямо по улице Народной до Сухой Самарки. Во всех автобусах и «Газелях» на маршруте 5D действуют льготы. Такое решение, оно, конечно, обрадовало жителей Волгаря, потому что у них появился новый транспорт. Это первый льготный автобус, который заходит в микрорайон. Там можно проехать с льготной оплатой проезда с использованием и карт школьника, и карт студента, и по социальным картам, и банковской картой. Можно проезд со скидкой оплатить. В этом году, знаете, у нас карта жителя в Самарской области. Специальные пакетные тарифы действуют. Жители Волгаря отмечают, что теперь добираться до нужного места стало гораздо удобнее. «Транспорт ходит хорошо сейчас. Появились новые маршруты 85-86. Очень удобно, очень быстро добраться до центра. Нам нравится. Маршрутка тоже быстро доезжает». На первые рейсы маршрут 5D выходит утром. От поселка Сухая Самарка с заездом в микрорайон в 5 часов 35 минут. Без заезда в 5.43. От Волгаря до губернского рынка с 5.54. А до поселка Сухая Самарка с 5.46. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Самарец Сергей Василенко стал лучшим водителем троллейбуса в стране. Всероссийский конкурс профессионального мастерства завершился в Чебоксарах. За призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей боролись 32 участника из 27 городов России. Они продемонстрировали свое мастерство в управлении троллейбусами двух типов, а также в знаниях правил дорожного движения, приемки троллейбуса перед выходом на линию, в культуре обслуживания пассажиров. Третье место занял Эдуард Арсентьев из Чебоксар. Второе место Игорь Корнилов из Санкт-Петербурга. А лучшим стал водитель из Самары. Сергей Василенко – неоднократный победитель конкурсов городского уровня. Дважды серебряный призер в масштабах страны. Он работает водителем троллейбуса более 12 лет. Впервые я попробовал себя в 2012 году, тогда занял седьмое место. И вот с того момента я понял, что я хочу принимать участие в этих конкурсах. И я хочу именно стать победителем. Ни призером, ни второго, ни третьего места. Именно хочу стать победителем этого конкурса. Доказать самому себе, что я на это способен. Водитель троллейбуса Александр Соловьев, который также был делегирован на всероссийский конкурс от Самары, стал победителем в номинации «Самый вежливый водитель», проявив себя в испытании на культуру общения с пассажирами. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Жители Самары рассказали, что нужно успеть сделать всей семьей за это время. Обязательно надо куда-то ехать. Обязательно. Новые места у нас. Страна такая интересная, разнообразная. Мы стараемся ездить каждое лето. Именно семьей. И получаем колоссальное удовольствие. На рыбалку еще съездить. Запланировано еще у нас до конца лета. Как можно больше всего посетить. С ребенком много времени провести, потом школа начнется. Вот и все. На Волге свежий воздух, солнце. Нужно успеть еще раз искупаться в Волге. Наверное, отдохнуть, шашлыки поесть, посмотреть какой-нибудь фильм на открытом воздухе. Ну, чтобы красиво, атмосферно было. В Самаре отправиться за Волгу, покататься на велосипедах и сходить на экскурсию по городу. Купить дачу и поехать отдыхать. Я думаю, что нам надо в зоопарк съездить точно, прогуляться. И еще пару парков, наверное, посетить наших, в которых мы еще не были. Съездить в отпуск, отдохнуть, пока тепло. Потусить, отдохнуть и насладиться солнцем. Вообще, витамин D, он же от солнца. Если мы сидим в офисе, то мы витамин D не получаем. Поэтому надо хотя бы выйти вот так вот к небесам, постоять и на солнечных лучиках покреться. Отдохнуть, провести время вместе больше. На Волге, на пляже. Поиграть в песке, поваляться в песке. И, как это правильно сказать, панировку сделать песком, да, чтобы на всю зиму хватило, да, зарядиться солнцем. Вот это нужно все сделать еще. Или успеть доделать. В здоровом теле здоровый дух. В Самаре прошел самый масштабный спортивный праздник – День физкультурника. Спортсмены из 21-й школы города показали свое умение на набережной. Мастер-классы, награждение заслуженных тренеров и море хорошего настроения. На праздники спорта побывала Полина Чулякова. Шпажистка Елизавета Маркина совсем недавно завоевала бронзу на двух чемпионатах России и на чемпионате Беларуси. Техтованием девушка занимается более 10 лет. Своё мастерство в этот раз показывает на празднике спорта в Самаре. Областная столица масштабно отмечает День физкультурника. Это такой необыкновенный праздник, когда мы все сплочаемся. Тут очень много видов спорта, очень много моих знакомых, друзей. Праздник объединения. Все мы здесь объединяемся, дружим, хохочем. Такие праздники просто необходимы нашему городу, потому что фехтование, как и любой другой вид спорта, необходим как детям, так и взрослым. Мне очень приятно. Мы уже не первый год выступаем на День физкультурника. И приятно, что дети подходят, смотрят, интересуются. Фехтование в России одно из самых сильнейших. Видно, что молодежь, дети, им нравится. Они идут и записываются на секцию фехтования. В этом году День физкультурника россияне отмечают в юбилейный 85-й раз. На набережной для жителей города обустроили 45 интерактивных площадок, на которых жители пробуют свои силы в разных видах спорта. Это и любимые всеми баскетбол и волейбол, и различные боевые искусства, и стрельба, и даже парусная регата. Для самарцев подготовили показательные выступления парашютистов и летчиков. С каждым годом День физкультурника становится все старше, все насыщеннее, все многообразнее. Все большее количество людей начинает заниматься регулярно физической культурой и спортом. Любой уровень власти, неважно, это муниципалитет, либо область, либо Российская Федерация вкладывает максимум усилий для популяризации правильного, здорового образа жизни, чтобы дети наши занимали физическую культуру и спортом, чтобы они переходили в спорт высших достижений, завоевывали медали, награды, становились лучшими не только на всероссийской, но и на мировой арене. Впервые к празднику присоединились поклонники совсем молодых видов спорта. На набережной организовали площадку Федерации гонок дронов. Теперь это официальный вид спорта, и мы выращиваем пилотов, спортсменов, которые будут принимать участие в дальнейшем в гонках и представлять нашу Самарскую область. Завершился День физкультурника масштабным и зрелищным ночным забегом огни Самары. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. На набережной в День физкультурника работал пункт приема добровольцев на контрактную службу. Напомним, что в Самарском регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта до 1 млн 205 тыс. рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать также в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения войны службы, социальных гарантиях, льготах и компенсаций не только для бойца, но и для членов его семьи. Я хочу помочь своим товарищам, не могу уже больше терпеть этого. Хочу дать отпор врагу и пойти в контрнаступление. Сейчас, если мы не соберемся все вместе, враг пройдет еще дальше и будет уже поздно. Поэтому сейчас самое время. Я считаю, что да, каждый гражданин Российской Федерации должен вступить сейчас в трудное время в вооруженные силы Российской Федерации и помочь нашей стране. Отметили День физкультурника и самарские футболисты-любители. Традиционно в этот день проводят финал Кубка города среди мужских команд. В решающей игре сошлись клубы «Олимп» и «Волжанин». Кто одержал победу, расскажем в нашем сюжете. Трибуны стадиона «Металлург» видели множество легендарных матчей и игроков. Здесь творили историю заслуженные ветераны футбольного клуба «Крылья Советов». Но в этот день физкультурника на поле другие герои. Это любительские самарские команды, которые разыгрывают городской кубок. Многие из них раньше или занимались профессионально, или сейчас тренируют детей. Они сохранили в себе искреннюю любовь к этой игре, поэтому за них так активно болеют их друзья и знакомые. В футболе результат всегда имеет значение. И престижно стать чемпионом города, стать обладателем Кубка города. Мы всячески стараемся это направление развивать. И сегодня вы видите на трибунах огромное количество детей. Сегодня много болельщиков с одной и с другой команды. Это как раз и есть то, к чему мы стремимся. Это надежда на то, что любительский футбол будет еще больше и лучше развиваться. В финал Кубка города вышли команды «Олимп» и «Волжанин». Они уже встречались в этом году в рамках чемпионата города. Тогда победил клуб «Волжанин». Но в финале Кубка игроки «Олимпо» смогли взять реванш. Три безответных мяча еще в первом тайме. И вот Кубок в их руках после финального свистка. Других задач нет. Команда укрепляется, усиливается. Поэтому амбиции у ребят есть. Поэтому хотят быть чемпионами, хотят многократными быть чемпионами. Но мы идем к этому. Финал Кубка города среди любительских мужских команд традиционно проводят в день физкультурника. «Очень радует тот факт, что с каждым годом уровень организации соревнований становится все лучше. Все есть. И отличный стадион, и много болельщиков, и профессиональное судейство. За что, конечно же, огромное спасибо нашей городской федерации футбола». Игроки «Олимпа» взяли уже второй трофей в этом году. В начале сезона им покорился «Суперкубок Самары». Теперь они настроены собрать всю коллекцию, победив еще и в чемпионате. Пока «Олимп» идет на первом месте в таблице. Но соперники приложат все усилия, чтобы обыграть фаворитов. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Низкая физическая активность наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением является самостоятельным фактором риска развития заболеваний. Она увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%, сахарного диабета второго типа на 27%, рака толстой кишки и рака молочной железы на 21-25%. Физическую активность нужно сделать своей здоровой привычкой, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Самарская школьница Саша Гудкова отправится на Северный полюс в составе 5-й арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний-2024». Участники стартуют 13 августа. За 10 дней они пройдут маршрут Мурманск-Северный полюс, земля Франца Иосифа-Мурманск. В этом году впервые российская команда школьников дополнится участниками из-за рубежа. К экспедиции присоединятся 10 детей из Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Монголии, Венгрии, Индии, Китая, ЮАР. Информирует телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале поздравляет подписчиков с Днем ВВС. Военно-воздушные силы национальная гордость России, олицетворяющая передовые достижения отечественной науки и техники, труд выдающихся авиаконструкторов, силу и мощь авиационной промышленности России, героизм и высокое мастерство российских летчиков. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok